Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поэтому будем играть Как будто бы вы сами начинали играть И играйте до конца Настройки Проверим упрощенное Управление Так, звуки все это на максимум Уход в главное меню Ну, начнем новую игру Деревня Гадюкина Да Упрощенное Слушаем, друзья Давным-давно Много веков назад Далеко-далеко в галактике Через солнечную систему Пролетал огромный Размером с планету Космический корабль Вот это да Ай-яй-яй-яй Во время аварии Большинство инопланетян погибает Выживают только те Кто находился на тот момент В состоянии глубокого анабиоза Но разбудить их Понятное дело Уже некому И, наверное, Они так и спали бы Вечно Много тысяч лет спустя В 1917 году Выстрел с крейсера Аврора Возвестил о начале Великой Октябрьской революции Пьяные матросы Не попали по Зимнему дворцу На самом же деле Снаряд Авроры попадает прямиком в луну Где приводят в действие Отказавшие тысячелетия назад Механизмы И пробуждают остатки Мирно дремавших инопланетян Вот так, друзья Переписываем историю И в некоторое время Окончательно проснувшись И оценив всю безвыходность Своего положения Инопланетяне решают Что единственная для них Возможность выжить Завоевать землю И они начинают готовиться К вторжению При изучении планеты в телескопы Они случайно обнаруживают В центре одного из крупнейших материков Земли В крошечной богом забытой деревеньке Гадюкина Надпись Нацарапанную гвоздем на указателе Гадюкина Пут Земли Пут Земли Что захват Земли Инопланетяне решают начать С важнейшего стратегического центра землян А именно Деревни Со странным и таинственным Земляным названием Гадюкина А тем временем В России уже полным ходом Идет гражданская война Через поселок Гадюкина Проходит линия фронта Река Урал Дерит поселок на две части В одной части Кое-как обустроила свой быт Доблестная Красная Армия Во главе с Чапаевым В другой С комфортом расположились Недобитые белогвардийские генералы С остатками своих трусливых войск И те, и другие Уже основательно устали воевать Поэтому, судя по всему Осели в Гадюкина надолго Силы примерно равны Так что ситуация сама по себе Изменилась бы очень не скоро Если бы в дело Не вмешались так не кстати Проснувшиеся инопланетяне Их тут еще не хватало, да? Огульчик, он жрет О, Василий Иваныч Че-то худо мне Признаться, хватанул я вчеролишку Сгучу правду делать-то теперь Раскричался? Шо делать, шо делать? Прям как Черышевский какой Опозорены мы теперь, Василий Иваныч Представляешь? Приедет завтра Ильич Войско проверять Спросит, а где знамя ваше боевое? А мы че скажем? Твоя правда, Петр Надо думу думать Кто ж мог у нас из-под носа Самое святое Полотнище алое утащить Беляки это Точно тебе говорю, Петька Выходит, беляки шпиона Прям нам под нос заслали Может, в отместку Им в колодец соли насыпать? Пусть у них вся еда пересолена будет А политично рассуждаешь Слышал бы тебя фурманов Не похвалил бы А вот флаг вернуть надо А может, похмелиться чуток? И уж тогда мы этих гадов И белогвардейцев И махновцев И даже этих Как их там? А антихристов Во-первых, не антихристов Анархистов А до старых, как сказал кто-то из классиков Хватит базарить Надо знамя с кичи вынимать Сейчас вот быстренько Урал с тобой форсируем Да знамя-то наше И отвоюем Так там же патруль Вот с него-то мы и начнем И пошли И поехали И до города Парижа Привет, Анка Привет Что это ты на стороне беляков делала, а? Корова упасла И где же твоя корова? А может, ты и есть шпионка? Может, ты и знамя украла? Лучше признавайся А то мы тебя сейчас быстро разоплачим Какая же я шпионка? Я, между прочим, о вашем же Василии Иванович Про питание и забочусь Всегда вам дам Молочка, когда попросите Ну ладно, ладно Ты ж знаешь, я любя Ну вы и шутник, Василий Иванович Прям казанов какой-то Как она вас обозвала, а, Василий Иванович? Молчи, Петька Плохо я тебя воспитывал Лупить почаще надо было Ну ладно Заболтался я тут с вами А у меня еще коров не дойно Ну иди, Анка Не будем тебя задерживать Петька, ты тоже думаешь, что и я? Нет Куда мне до вас, Василий Иванович? Правильно, Петр До меня тебе далеко Ты ведь даже не знаешь, о чем я сейчас думаю Нет, конечно Вы же мне не сказали А о чем вы думаете? Я думаю Как это интересно Белики Анку через свой пост пропустили Как? Мост видишь? А как же? Беляков на нем видишь? А то Молодец Надо же сообразительный Я думал, не догадаешься А что догадаешься, Василий Иванович? Что, что? Анка, ну Беляки, ну Понял? Не-а Ну ладно Скажу тебе Недотёпа Нам поданку замаскироваться надо Нам? Поданку? А как же мы вдвоем под нее замаскируемся? Замаскируемся Как получится Так, ну что Началась игра, друзья Чемодан у нас пустой пока Посмотрим, что тут на сухо В общем, стол как стол Но приятно, что собственность В дом тащить надо вещи А не из него Правильно Это Герем Герем Все время боюсь, что она на Василия Ивановича шлепнется Так Я что, похож на Геракла? Граната Нам бы таких штук сто Всем бы показали Что значит сильная рука Революции Это последняя Да и заряда в ней нет Пусть лучше здесь для украшения повисит Это мы так сейчас пошарим По всей комнате Рассол приготовляется Приготавливается Можно приготовить Да черт с ним Пусть стоит Это окошко у нас За этим окошком Наше родное Гадюкино Аквариумная рыбка Здесь плавает рыбка Ее зовут Илька Вырастет будет акула Будем беляками кормить Пока не кончится Молчит как рыба Поговорить невозможно Естественно Ну-ка давай Возьмем ее Потому что это нам нужно сделать Ой-яй-яй Ух Какой Ой-яй Вот так И разбудили кукушку Что там ухватил уже Оу Ключик золотой Ну и дела С таким трудом Достался нам этот Маленький ключик Я чуть не пожертвовал Самой необходимой Частью своего тела Ну Второй По необходимости Да Чуть язык не отключили Для ключа Нужно подобрать Подходящий замок Подбираем Ключик Отлично Так Кукушку Гляди-ка Выскочила А теперь мы ее возьмем Ох И достаешь же ты меня Надо взять обязательно Вот я голову-то тебе Отверну Хм Тинь Бум Получи Разозлила Кукушка Вот он Я отвернул ей голову Так Теперь нам нужно Шкаф А че на нее смотри Ее открывать надо Правильно Открываем Лучше ее не трогать Надо применить Открыли Теперь нужно взять Вот там коврик внизу Надо бы его взять И поближе Разглядеть Все перепутал Применить И взять Отлично Закрываем дверь И она у нас Рухает Ба-бах Так Так Пошли на выход Так Сейчас нужно нам Взять подкову А ну сначала Сначала давай Сундук откроем В этом сундуке Василий Иванович хранит какие-то документы Интересно было бы там Как-нибудь Пошуровать Но Как обычно Ключ от него Куда-то запропастился Ну как Ну это Стандартная заготовка Вот у нас ключик Какой интересный ключ Кому только голову Могло прийти Так Давай мы его Применим сюда Ключик Сейчас мы засунем Этот огромный ключ В эту маленькую дырочку Хм А маленькой дырочке Не будет больно Сейчас проверим Ну и шутки Василий Иванович Открываем И по барабану Штам лампы По сборке пулемета Авось пригодится Ну-ну Забрали Так Теперь нам нужно Взять подкову Ага Только если она как-то Высоковато Не достать Так Василий Иванович У нас повыше Давай Василий Иванович Возьмем А Забрали Так Погнали на улицу Ухват Погнали на улицу Сейчас тут интересный момент будет Ого Василий Иванович Откуда у тебя Вражеские сигары На самом деле Это зажигалка Ого Плана Какой Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Да Уж Так Что у нас там Баня Это дверь в баню Деревенские ребятишки Иногда развлекаются Подглядывая за раздевающимися В замочную скважину Ну вы-то с Василий Ивановичем Уже взрослые люди Нам это совершенно ни к чему Совершенно ни к чему Не охота в одиночку париться Угу Пошли к Анке Так Что у нас тут Так Ну с Кузьмичем мы еще познакомимся И на пасеке побываем Это наш магазин Романтичные красноармейцы Между собой ласково называют его источник Это печ Там внутри темно и страшно До революции Здесь стоял дом Известного деревенского ростовщика Эта труба Единственная Что уцелела после пожара А жаль Поговаривали Что у него еще был Шикарный винный погреб Да-да-да Типичный деревенский По-моему Там живет Кузьмич Ну пусть живет Журавль придает колорит Это колодец Журавль Кроме того С его помощью Можно вытаскивать воду Из колодца К сожалению В этом конкретном колодце Воды нет Ага Так Идем к Анке Это дом Анки В этом уютном домике Живет наша Анка Угу Вот так Петька Нас со всеми познакомит Зайдем к Анке Так Поговорим Анка всегда Хорошо выглядит Ну конечно Анка Пулеметчица Как там Убили В сто раз хуже Чем на советской стороне Там все у них в упадке Такая патриотическая Анка Законом живут В рыночной экономике Скоро мы их прижмем Как следует Прижмите Прижмите Василий Иванович Да поскорее Я И вы Весь советский народ Вместе Раздавит Эту буржуйскую гадину О Какие слова Как корова твоя Поживает А тебе то какое дело Грубовато ты Анка Отвечаешь А как с тобой По другому то Ну как это Я Как и любой Настоящий Красноармеец Должен заботиться О каждом Живом существе На территории Советской России Позаботься Лучше о себе Петр Да чего о себе Настоящий Солдат Позаботься Как гринписовец Любит Всякую Животину Особенно Ежели С горчичкой Ага Ладно Так Вот эти меха Нам нужно забрать Эта штука По-моему Называется Мех Мой дедушка Был охотником И все время Рассуждал О пользе Мехов Я про них Все знаю Заберем Пригодятся Конечно Так Там пулемет Какой-то По-моему Там за шторкой На печке Кто-то есть Может быть Может быть Эту печку Растапливать Не надо Какие-то пулеметы Ну она же Насанка Пулемет Это пулеметы Она даже Разговаривает С ними Интересно Где-то она Столько Пулеметов Набрала Эти пулеметы Нам бы Очень Пригод Если Пработали Ага Потому что Они все Поломаны Тут Очень Много Разных Полезных Деталей Пулеметов На пять Хватит Кстати Пулемет По Фрейду Фаллический Символ Так Вот Почему Красноармейцы Называют Анку Пулеметчицей Наверное Да Так Нам Это Дело Забрать А вот Эти Детали Нам Точно Пригодят Можно Попробовать Собрать Из них Свой Пулемет Можно Попробовать Но Что Из этого Получится Увидим Так Ладно Пошли Так Вот Эти Детали Применяем Инструкцию И Получилась У нас Мясорубка Не знаю Петька У меня В сундуке Много Всякого Хлама Скопилось Ну да Ладно Авось Тоже Пригодится Так Надуваем Коврик Ну Это Не всем Можно смотреть Поэтому Мы его Запрятали Затемили Размертик Ага Маловато Будет Маловато А по-моему Самый Это не применили Меха К коврику Так Теперь Нам нужно Сходить На болото Ну Пока Здесь Посмотрим Что у нас В поле Охватившая Деревню Гадюкина Есть Еще Стойкие Люди Способные Накосить Сено И Сторый Тём Стога Хотя Может быть Это Шпионы Диверсанты Поработ Или Враги Народа Нет Это Сено Кто-то Складывал А теперь Мы Его Раскидывать Будем Погнали Тут я Немножко Ускорил Ай Хавторит Да Ностальгия По-русски Пень Пригодный Для Уситки Для Уситки По-русски Не Говорят Для Седалища Для Седалища Тоже Неправильно Для Заседания Ты Еще Меня Учить Будешь Ладно Ладно Пень Для Места Прислонения Зада Хорошо Ладно Погнали Я Конечно Могу Встать На Этот Пень Но Вдруг Кто-нибудь Увидит Скажет Мол У Чапая Мания Величия Точно Скажет О Даже Пионеры Есть Так Ну Мы Наверное Рано Рано Пошли На Болото Но Что Что Делать Уже Пошли Здорово Матрос Здорово Надо с ним поговорить Десертир Десертир Ли Да Какой Там Десертир От Крысера Я Стала Стоял Себе На Вахте Да Завремал Че Так А тут Волна Громадная С Двадцатиэтажный Дум Вах А может Все-таки С Двухэтажный Нет Минимум С Пяти Так Вот Я Не Успел И Глаза Моргнуть Меня Заморг А там Акули А Во Зубище Как Сабли Ну Думаю Помирать Так С музыкой Достал Я Из-за Палочки Кортик И К ним Штук Десять Я Своим Именный Кортиком Сразу Допустил А Последнее Наутек А Я Заны Она Меня Я Я Ее Гоню А Она В реку Хотела Отменять На мелководье Спрятаться Но Тут И Каю В общем Я Ее С того Берега Матом В камыш Загнал А Когда Сюда Перебрался Смотрю Не тысяч Зараза Разреш Сердце Во как А Значит Не дезертир Говорит Ну Ну А Где Ж Твоя Акула Не Веришь Не Надо Сердце Я Вон Ее Сразу Вырвал Ты же сказал Что у нее Разрыв Сердца Ну Да Так Я По Кускам Понятно А все Остальное Куда Дел А Чем Я Тут Все Это Время Питалась По Вашему Кар Носками Это Ты Носками А Я Суп Варю Из-за Курих Плавников Угостишь Мах Не Могу А Да Ты Не Только Дезертир И Вру Ты Еще И Жадина Кар Кабачок Нам его нужно будет взять Кар Так Сейчас мы коврик здесь применим Ох Надоело Зараз Станешь ты от меня Когда-нибудь Или нет Ты лучше За носками Своими Следи Сгорят Вики Угола На тебя Нет Как Сты Сладить Ума Не Привож Вики Что Творит Скажи Спасибо Что Не Заклевала Еще Хе 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 Ну Печка Давай Ай Сделать У Идея Неплохая Но Если Не Сработает Матрос Останется Совсем Безоружным Лучше Попробовать Как-нибудь Под руку Давай Под руку Вот сюда Правильно Сюда Мы Применяем Вот Сейчас Ломать Деревья Не Хорошо Да И Зачем Да Сверху Правильно Коварищ Деревья 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 дремнул немного, а вы тут на всякий случай присматривайте. Звемни, звемни. Ещё пока не заснул, но сейчас. Ага. Ложись! Ложись, матросик! Ох, и неудобно на бревне спать. Ещё и храпит добавок. Так, нужно взять табачок. Совсем другое дело. Теперь осталось только из него макворку сделать. Пойдём. Сейчас он немножко высохнет. И сделаем макворку. Берём, применяем мясорубку на макворку. Звип! Отлично! Теперь у нас есть макворка. Вот с этим делом мы пойдём к Кузьмичу. Так, мы будем долго бродить, поэтому мы пойдём к Кузьмичу. Вот пасека. Вот и Кузьмич. Пасечник Кузьмич. Простой советский крестьянин. Да-да-да-да. Надо с ним поговорить. Как дела, Кузьмич? Спасибо, фигово. А чё плохого-то? А, это, у вас водки нету? А то обохмел требуется. Водки? Водки нету. Пасечник Кузьмич, а как там твои пчёлы? У меня лучше некуда. Просто звери. Мёда много приносят? Мёда от них? Нет почти. Зато от ревматизма лекарства лучше не придумаешь. Пчёлы? Атревматизм с оригинальной. Не верите, конечно, нет. Ну и зря тёщ вот у меня больна была. Совсем её ревматизм замучил. И вот услышал я как-то, что лучше пчелинных усов и лекарства от ревматизма нету. Решил, понимаешь, на тёщ своей. И пронабрал, значит, банку целую из улья. Да и ночью сунул в старый прям под одеяло. Ревматизм. Хе-хе. Как рукой снял он. Ну, конечно. Скочил и, понимаешь, схватил и добори. Да и по всей деревне этот кругами часа полтора со мной гонялась. Хе-хе. А ты нам чё-то своих не одолжил ненадолго. Что же я их, это, кому не попать, да отдавать стану? Вот и, ежели бы вы мне, махорочки, да высокоористи принесли, вот тогда мы, глядишь, это по-другому поговорили бы. Да-да-да. Пора тебе завязывать свою культуру, Кузьмич. Нет? Ну что, Кузьмич, не передумал насчёт пчёл-то? Вот и передачите махорку, тогда и поговорим. Ага. Хорошо, хорошо, Кузьмич. Будет тебе махорка. На тебе махорку. Покруче, чем монаша. Махорочку. Опа. Как вам самокруточку сейчас? И что, всё сразу? Ну ты даёшь, Кузьмич. Чшш, пистолетом. Ох, а тут-то огонёк, вон какой. О-о-о-о-о-о-о. Понимаешь, выпить. Вольно, охотно. Ладно уж, пойдём, поищем. Но если уж опять обманешь... Вы несите, несите. Будут вам ваши пчёлы. Будут, будут. Прямо надо принести. Так, ну что, делать нечего, надо идти. Так, по карте пойдём. Сначала пойдём Фурманова. Тут надо взять... Так, это у нас колодец. Это дом Фурманова. Дом Фурманова. Так, ладно, надо идти. Пошли. Давай, давай, погнали. Так, в первую очередь надо топор здесь. Обязательно. Конечно. Любой топор в хозяйстве сгодится. Так, поднимем ведро. Василий Иванович, вступаем в дело. Не, ну. Ага. Вот так, да. Кто неправильно как-то пошёл. О, как он сквозь Петьку прошёл. Хе, телепортировался. Вы видели? Ну-ну, попей, попей, Василий Иванович. Попей, попей водички. Так, топориком надо перерубить верёвочку. Чук-чук-чук. Вот так, отлично. Забираем ведро. Ай, Василий Иванович, стоишь не на месте. Да, Василий Иванович, ну отойди уже. Да, ёлки-палки. Василий Иванович, отходи. О. Вот так. Фу, запутался с этим управлением. Так, Петька, забирай ведро. Вот так. Да что я какой кнопкой нажимаю? Ну конечно, не так. Вот так, отлично. Забрали. Так, идём-то с Фурманом. Тут нужно нам поговорить с Фурманом. Привет, Фурманов. Ух, простой. Глуховатый чуток. Привет, говорю. А-а-а. Смотри, Петька, он, наверное, дар речи потерял после вчерашнего. А, это вы, товарищ Чапаев. Ты же, Фурманов, как не свой. Не допил или переспал? Да я это... Чудной ты какой-то. Очень чудной. Будь здоров. Так, посмотрим, что тут есть. Так, так, так. Как дела на фронтах политподготовки? Э-э-э-э, всё идёт по плану. По какому плану? По какому плану? У нас плана и в помине нет. У вас нет, а у нас есть. У кого это у нас? У нас. Ой, 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 я имел в виду у меня. Зря ты так, Фурманов. В следующий раз выражайся поточнее. Угу. Значит, ты знаешь, где план достать? Нет. Для боевых товарищей жалеешь. Не, мне не жалко. Просто нету. Да ладно, я явно тебя жаба задушила. Почему жаба? Во-первых, жаба меня не задушила. Потому что я жив. Это в корне опровергает вашу... Безимое, товарищ. Во-вторых, жаба вообще не может меня задушить. Потому что она маленькое зелёное существо. Питается примитивными насекомыми. И чисто физически не может причинить человеку вред. В виде с триангуляции. Какой умный. План, ишь ты. А похмеляться-то лучше водкой. Да? Не знал. Учту. Угу. Так, надо договорить до конца. Ну-ну. Вот, теперь можно. Вёсла надо забрать. Это вёсла Фурманова. Но у него нет лодки. А вёсла необходимая вещь для похода за красным знаменем. Делаем вывод. Нам они нужны больше? Да. Совершенно верно. Забираем. Послушай, Петька, а не получается, что мы их воруем? Ну что вы, Василий Иванович? Конечно нет. Хм, ну тогда ладно. Ну, Фурманова, наверное, коронавирус. Чё же он без маски? Так, погнали по-быстрому, по-быстрому. Идём в магазин. Нужно к магазину подойти. Так. Поговорим с бойцами. Слушай, Василий Иванович, это ж всё солдаты нашей дивизии. Да. Как же они с пеликами бороться будут? Как всегда боролись, так и сейчас будут. А поговорить? Твоя корова мы... Была бы моя, давно бы уж на бутылку эту тварюгу сменял. Это, это пасечника корова. А может, танка её пасёт. На ту сторону, через мост возит. А ты чего тут так стоишь? Охраняешь? Ты чё, дурак? Попробуй выпей, сколько я. Я бы посмотрел, как ты бы стоял. На речке, на речке, на том бережочке. Хорош пи... Чем тут сарай подпирать? Пошёл бы лучше, проветрился. Ты мной не команда, не на фронте. Ну, не хошь, как хошь. Между прочим, нам вчера Фурманов хвастался, что им воендорг спирт привезли. Так чё ж вы молчали? С этого печинать надо было. Ладно, мне пора. Эй, погоди, ты куда? Лоп, 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 лоп. Ты смотри, как они. Василий Иванович, смотри, что творится-то. Куда это они все пропали? Ох, Петька, и не спрашивай. Сильна всё-таки у нашего народа тяга к знанию. Ох, как знания. В каком смысле, Василий Иванович? Они что, все в библиотеку смотались? Ага, в библиотеку. Знаю я ту библиотеку. А давайте мы с вами того, плюнем на всё и махнём за ними. Как это плюнем? Как это плюнем? Мы с вами дивизии плюнем. Да я тебя сейчас так махну, неделю присесть не сможешь. Так, мы кое-что забыли у Фурманова. Вернёмся. А именно... Так, побыстрее, быстро, 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 быстро. Пробежали, 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 пробежали. Фурманов тут яблочками закусывает. Ой-ка, ой-ой-ой, бедный Фурманов. Подоился. Да, перебрал Фурманов, наверное. Да будьте здоров. Так, Петька, забираем талончик. Там, он отрывные талончики. Правильно. Так, ладно. Посмотрим, что тут ещё можно взять. Да, бутылочки всё пустые. Фурманов всё выдал. Что, очень понравился? Оставь, мы ещё за ним посидим, поговорим. Да, за столиком, зайдём. Это мы оставим на случай крутых разборок. Да. Петька, не балуй, это кумиры Фурманова. Ну, ух ты, какой Фурманов. Ленина не надо брать. Он всегда живёт в наших сердцах. Так, что-то пришёл. Так, Швад Снеггер. Наш добрый терминал. Каждый хочет быть похожим на него. Да. Оставь плакат на месте. Пусть другие полюбовятся. Так, табуреточка. У Фурманова всё стильно. Даже табуретки. Да. Табуретки место здесь, а не у меня в кармане. Да. Так, тут у нас какой-то подвал. Интересно, что у Фурманова в подвале? Ай. Можно, конечно, сказать. Именем революции требую показать, что у тебя в подвале находится. Но отношения с Фурмановым портить не хочется. Конечно, не хочется. Люк привинчен гвоздями. Взять его не представляется возможным. Не получится, не получится. Ладно, пошли, всё. Мы самое главное забрали. Погнали опять в магазин. А тут у нас такая продавщица. Ну всё, надо теперь посмотрим, что тут есть. Серка, молот. Наша страна без серпа и молота. Никак. Как корова без молока. Конечно. Так и порезаться недолго. Угу. Самовар. Зачем нам в доме два самовара? А вдруг мы с тобой поссоримся? Ничего страшного, Василий Иванович. Тогда вы себе новый самовар купите. Молодец, продавщица. А вообще-то она не чудная. Женщина видная. Да. Что там ещё у нас есть? Серпи-молоть, Серпи-молоть. Купальник тоже не нужен. Да, поучи его. Ничего не понимают. Так, поговорим. Наш вам поклон, Мудвуазели. Славная нынче погодка. Какое там славное? Духотища вон какая стоит, ага. Нет для чего-то обувственного развития. Ой, а ты хоть грамотный-то? Снова дело. У нас в отряде неграмотным делать нечего. Есть. Конечно. Классники. Марксизма-ленинизма. У-у-у-у. Это для меня самый раз. На, может поумнеешь. Потом узнаете, зачем вам этот капитал. Это капитал. Карла Маркса. Забираем. Так. Поговорим. Ещё. Попить не найдёшь? Приходят всякие бойцы. Недовоявленные. И все пить требуют. Да, попить нам нужно. То ли спрут, то ли спрайт какой-то. Ох уж мне этот фурманус с твоей наглядной агитацией. Попить у нас теперь только по талонам. А вот талончик-то мы у фурманного и взяли. Да. А вот вам талончик. На чё вам. Ой, ой, какие глазки сразу. Ой, как посмотрела. Опа. Чинь-чинь, чинь-чинь. Ещё и подмигнула. Ай-яй-яй. На чё вам спрайт. Так, ещё кое-что у неё нужно взять. Не отпустишься в кредит, хозяюшка. Какой там кредит? Твой кредит уж вышел давно, ага. Так, нам нужны... Нам нужны, нам нужны... Кокосы. Буду выращивать. Пальму-то я вам, конечно, не дам. А вот семян дать могу. Сажать, ты знаешь как, а? А чё там знать-то? В землю бросил и всех делов. Ну-ну, тогда жди рекордного урожая. Агроном. Хе-хе-хе. Так, забираем семена. Прощайте, мадемуазель. Прощайте, мадемуазель. Потому что мы и так уже почти целый урок просидели. Так. Всё, мы выходим. Продолжение следует, ребята. Ждите. Там будет ещё интересней. Уже меньше будет разговоров, больше будет делов. Ну, разговоры всё равно будут, но не так, как здесь вначале было. Что почти 15 минут, мы, главное, только слушали Чапая и Петьку, и Анку, и всех остальных. Было вступление. Всё. Всё, друзья. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ах! Ну, где наши пчёлы? Ну, это подождите. Подождите, чуток. Ах! Хорошо-то так. Ну-ка, развеселите меня теперь. Василий Иванович, он что, издевается? Спокойно, Петька. Расскажи-ка ему анекдотов пару. А может, всё-таки зарубим? Зарубить мы его всегда успеем. Рубил уж и Пётр свои анекдоты. Пусть старичок порадует. Русские субтитры, которые вы видите. Субтитры подогнал «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон».